По поводу переноса Рождества на 25 декабря, о котором говорит украинская хунта, вот что я писал в 2012 году в итальянском журнале Slavia, мой перевод на русский язык. Время вращения Земли вокруг Солнца и время вращения Земли вокруг себя представляют собой две несоизмеримые величины, аналогичная стороне квадрата и его диагонали. Фактически, принимая во внимание вращения Земли вокруг себя, то есть 24 часа в сутки, требуется 365,2421897 дней, чтобы планета обернулась вокруг Солнца. Я не буду останавливаться на некоторой разнице между звездным годом, тропическим, эклиптическим, аномалистическим, гауссовским, бесселевым, сидерическим, драконическим и кто его знает, сколько других. Это выходит за рамки данного контекста. Юлианский календарь от Юлия Цезаря, хотя и был изобретен греческим астрономом Созигеном Александрийским, которому до сих пор следует Русская Православная Церковь, предусматривает добавление 29 февраля каждые 4 года, високосный год. В Риме он использовался с 46 года до нашей эры, до 1582 года нашей эры. Интуитивно, каждые 4 года мы отклоняемся на 0,0312412 дней. Итак, при быстром и простом расчете, спустя 128 лет, мы отошли на один день от реальности. В 1628 году разница стала равна 12,7151684 дня. В мире, где моряки полагались на звезды, а крестьяне на сезоны посева и сбора урожая, этот вопрос никак не представлял собой просто умственное упражнение для ученых-математиков. Чтобы попытаться решить эту проблему, астроном из Кротоне, Луиджи Лилио, предложил папе Григорию XIII, то, что войдет в историю как Григорианский календарь, которым мы пользуемся по сей день. Разница с юлианским календарем заключается только в том, что не все годы, делимые на 4, являются високосными. В конце века, если число веков не делится на 4, год не високосный. Другими словами, Григорианский год длится 365,2425 дня. Чтобы отойти на день, нам потребуется уже не 128 лет, а целых 3300. Близится развязка, смелее читайте. Итак, Григорианский календарь позволил нам значительно сократить разрыв. Однако, он не решил проблему того, как восстановить дни, потерянные за 16 веков. В итоге, путем папской буллы, день после 4 октября 1582 года стал 15 октября. В следующем году Константинопольский собор, опять они, видите, как история повторяется, отклонил предложение Григория XIII. Таким образом, между двумя календарями и, следовательно, между христианскими церквями Востока и Запада была установлена разница в 10 дней. В 1700 году разница стала равной 11 дням. В 1800 – 12 и 13 в 1900. В 1600 и 2000 годах ничего не произошло, потому что 16 и 20 делятся на 4. С 2100 года разница возрастет до 14 дней. Вот почему Октябрьская революция произошла в ночь с 7 на 8 ноября. Рождество в ночь с 6 на 7 января. Крещение – 19 января. И так называемый Старый Новый Год в ночь с 13 на 14 января. Пруссия перешла на Григориянский календарь в 1610 году. Немецкие протестанты – в 1700. Англия – в 1752. Япония – в 1873. Китай – в 1911. Греция – в 1924. Постановлением Совнаркома Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года, днем после 31 января, стало 14 февраля. Это был один из первых указов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Наряду с указами о голосовании женщин, Временное правительство, 15 апреля 1917 года, и о реформе алфавита от 43 до 33 букв, 23 декабря 1917 года. С 1923 года большинство православных церквей приняло так называемый Новоюльянский календарь, который будет совпадать с Григорианским календарем до 2800 года, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Афонской церквей, которые до сих пор следуют Юльянскому календарю. Разумеется, причины объявленного Бандеровской хунтой перехода на западный церковный календарь ничего общего не имеют ни с религией, ни с математикой. Зато полностью соответствуют принципам ныне господствующей во всем мире демагогии. Все же считаю, что искренне православным россиянам есть над чем подумать.